Мы так получается каждый раз общаемся с вами накануне каких-то эпохальных событий, или точнее даже сказать ожиданий эпохальных. Вы человек военный, и как вы знаете, я из семьи тоже боевого летчика, поэтому больше сегодня хотел бы поговорить именно об угрозе с воздуха, но давайте начнем с такого небольшого блица. Как вы считаете, ваш прогноз, чего нам все-таки ожидать? Вопрос эскалации. Увеличение однозначно будет, оно постоянно происходит в арифметической прогрессии, и как заходят российские мобилизованные, подготовленные. С такой же прогрессией увеличится количество наступательных действий, расширяется география. Сейчас она уже расширилась до уровня Донецкого и Луганского фронта. Части Харьковского фронта будут подключены в ближайшую неделю-две, еще части Запорожского фронта. Какая цель все-таки у этой армады? Какая основная цель? Будет ли концентрированный удар? Это волнует сейчас, наверное, всех. Однозначно такого уровня удара не будет, так как армия у нас развернута, система ПВО включена по полной, потому однозначно не будет. Будет постоянное увеличение давления с пиком где-то на конец этого месяца. Прошла информация о том, что собрано около 300-400 самолетов, то есть это примерно воздушная армия, столько же они потеряли фактически за год, согласно официальным данным. Удастся ли им одномоментно атаковать? Потому что сейчас много разговоров о том, что это будет волна за волной, дроны, воздушные шары, самолеты, ракеты. Удастся ли это сделать и к чему это может привести? Однозначно нет готовности у российских воздушных сил выполнить многошелонированную атаку, а тем более с применением авиации. Та авиация, которая сейчас есть в районе боевых действий, она и всегда там была, просто произошло некоторое перемещение ближе к линии фронта, и в основном это в сторону Крыма. То есть, скорее всего, будет подключен в ближайшее время запорожское направление и не более того. То есть, общее количество самолетов абсолютно не увеличилось, а количество самолетов в волне, его нельзя создать больше или меньше. Волна, она секторальная по эшелонам, потому однозначно технически просто невозможно создать большую волновую атаку, а тем более, когда не подавлена система противовоздушной обороны. Нашу систему ПВО подавить невозможно сейчас. Ну, вот как раз на прошлой неделе слушал одного белорусского генерала, да, и он как раз таки говорил о том, что вот это такая одна за другой волна. Сначала дроны, которые вычисляют фактически систему ПВО, ну, то есть по реакции нашей ПВО, потом ракеты, потом самолеты. Вот, скажем так, все это вперемешку может быть использовано, как какая-то тактика или нет? Один за одним нет, так как россиянам надо очень много времени для считывания информации даже после разведывательных дронов, для внесения ее в мозги ракет или маршруты самолетов. То есть это очень длительная работа, это невозможно сделать одномоментно. Потому однозначно большой атаки точно не будет. Может быть, несколько атак, допустим, через день, через два. Но мы это уже все видели, ничего нового, по крайней мере, однозначно не придумать не смогут. Технологически это просто невыполнимо. Есть ли информация, какого рода самолеты вообще, ну, можно сказать, собраны, да, вблизи границ Украины? То есть это все-таки больше истребителей, это транспортная авиация. То есть какого рода это авиация? Это штурмовая авиация типа Су-25, но в основном это на донецком направлении. Это бомбардировочные типа Су-24, опять же тоже донецкое направление. Плюс по периметру и границы Украины и вдоль линии фронта есть самолеты Су-30, Су-34, Су-35. Это истребители-бомбардировщики на базе Су-27. То есть понятные, в принципе, понятные самолеты и с понятными задачами. Это та техника, которая не заходит за линию фронта. Она просто боится нашей системы противовоздушной обороны. Ну вот как раз об этом хотел спросить, что если смотреть на эффективность современной ПВО, она достигает 70-90%. То есть даже если предположить себе какую-то одномоментную атаку несколько сотен самолетов, то есть фактически вернется штук 50. Как вы считаете, они к этому готовы? Однозначно нет. Это не можно, еще раз повторюсь, технологично не могут россияне обеспечить атаку нескольких сотен самолетов одновременно. Это просто невозможно по очень ряду технических причин. Потому однозначно будет примерно такие же атаки, как сейчас мы это видим. То есть штурмовики, бомбардировщики будут работать по линии фронта, как они и работают. Опять же, в основном это с предельно малых высот. Не доходя до линии фронта, может быть, как-то еще пытаясь из-за нитки сбросить или выпустить определенные системы поражения. И будут за линией фронта на глубине где-то под 100 километров от линии фронта эти сушки Су-30, Су-34, Су-35 отрабатывать теми ракетами, которые мы уже видели. Это ракеты уровня Х-59, Х-31П. То есть это противорадиолокационные или управляемые ракеты на глубину где-то до 300 километров, не более. Механизмов других у них использования авиации, именно фронтовой авиации нет никаких сейчас. Вот вы уже начали об этом говорить. А есть ли информация относительно того, как далеко от границ Украины находится вот эта вся подтянутая авиационная армада? То есть на какую глубину Украины они могут реально залетать и пролетать? Я понимаю, что большинство летчиков русских понимает, что это билет в один конец для большинства из них, но тем не менее, чисто технические, насколько они могут залетать? Боевой радиус в районе 1000 километров, то есть такого рода самолетов, они стоят сейчас на дальности около 100-200 километров от линии фронта. Это в районе, на тех аэродромах, на которых они базируются. Некоторые есть до 500 километров от линии фронта. То есть гипотетически, они, если бы не было системы противовоздушной обороны, они могли бы заходить до уровня Днепра, может быть, до центра Украины доставать на глубину около 500 километров, не более. Но это если бы не было абсолютно системы противовоздушной обороны. С той системой, которая у нас сейчас есть, это просто невозможно. Самолет сам по себе, это все-таки больше, чем ракета цель, даже пусть она и маневрирующая, но эффективная поверхность рассеивания у самолета намного больше, чем у ракеты, потому его уж отлично видит наша система ПВО. И по самолетам это будет не тот процент, это не 70-80%, как по ракетам. По самолетам это будет около 90-95%. Потому если из сотни у них вернется обратно 10-5 самолетов, если даже эта сотня будет поднята, для них это будет счастье в этом смысле.